Белоруссия Из России и других стран бывшего СССР, ведших активную деятельность в 90-е. Ника Израильский считается представителем влиятельного кутаистского клана, однако с одним из его ключевых лидеров, Тарелла Маньани, Таро, отношения не сложились. По некоторым данным, остаются они натянутыми с Эдуардом Асатрином, Эдди Касситрино, несмотря на то, что недавно Хананошвили присутствовал на праздновании 50-летия законника, которое проходило в ресторане Маране, который связывает с законником Кахой Гальским и авторитетным бизнесменом Гелой Церцвадзе, близким к Таро. Причиной их разногласий стал Каха Гальский, который считается одним из ближайших сподвижников Захария Калашова, Шакра Молодой. По этой же причине Каха стал общаться и с родственниками Шакра, Давидом Азмановым, Дата Краснодарский, Нодаром Асаяном, Нодар Руставский и Шалвой Азмановым, Куса. Их вотчиной считается Юг Россия, в том числе Ростовская область и Краснодарский край. Есть свой интерес в этих регионах и у Осетрины, о которых он старался открыто не заявлять пока Калашов был на свободе. Кроме того, ранее из-за своего друга Бадриники Израильскому пришлось вступить в конфликты с другим вором, Гелой Кардавой. В 2012 году он устроил с ним потасовку, так как узнал о рассылаемых против Кагуашвили Малявых. Любопытно, что в настоящий момент сам Кардава как раз находится в белорусской тюрьме, так что в зависимости от степени претензий местных силовиков к Нике Израильскому у них есть шанс встретиться вновь. Напомним, Бадри Кутаиский освободился в мае этого года после 7 лет непростой отсидки в красных колониях Красноярского края. Кроме того, этим летом вышел на свободу еще один видный представитель кутаисцев, Ромас Дзниладзе, Ромас Кутаиский. Узнав об этом, Никай Израильский прилетел к своим друзьям сразу, как только смог. Всю эту кампанию в последнее время можно было часто видеть в столичных ресторанах. По гостев, Хананашвили отправился в Израиль, но почему-то не прямым рейсом, а через Белоруссию. Что могло стать причиной его задержания, также пока неизвестно. Продолжение следует...